Как было установлено в ходе предварительного следствия, весной этого года 81-летней жительнице Кандалакши позвонил неизвестным и представился сотрудником организации по продаже биодобавок. Ранее женщина уже приобретала препараты этой фирмы, поэтому ничего подозрительного в его сообщении не нашла. А между тем, телефонный мошенник рассказал северянке о том, что фирма обанкротилась, а ей положена компенсация. Чтобы ее получить, необходимо оплатить налоговый вычет. Женщина поверила такому счастью, скажем так, в кавычках, и в течение вот этих двух-трех месяцев она осуществляла переводы денежных средств. 28 июля эта гражданка также обращалась, даже не она обратилась, обратились сотрудники одного из банков, расположенных на территории города, с тем, что к ним обратилась женщина с дозрительными платежными поручениями. Они поняли, что в отношении нее совершается мошенничество, вызвали сотрудников полиции, ее доставили, стали разбираться, действительно выяснилось, что ее вводят в заблуждение. Ей это объясняли, что не стоит переводить денежные средства. По тому факту была проведена проверка процессуальная и возбуждено уголовное дело. Но несмотря на то, что 28 июля дело было возбуждено, она уже на следующий день продолжила перечислять денежные средства, и, соответственно, в течение всего этого периода перевела больше полутора миллионов рублей. По факту мошенничества уже возбуждено уголовное дело, однако шансы раскрыть его невелики. Сотрудники полиции убедительно просят Кандалакшану, у которых имеются пожилые родственники, провести с ними разъяснительную беседу. Еще раз напомнить о бдительности и о риске попасться на удочку мошенников.